Всем привет! Сегодня очередной эфир с Андреем Замятиным, с Диасом Апокрифом. Будем разбирать интересные темы, актуальные темы. Если у вас есть вопросы какие-либо, пишите, мы постараемся на них ответить. Старайтесь только, чтобы вопросы не были уж совсем сколько чего есть, сколько подходов делать. Это все уже настолько обжеванно, пережеванно, что смотрите и пересматривайте. И у Замятина, и у меня огромное количество статей и роликов по этому поводу. Бывает, когда мы втроем собираемся. Это вызывает очень много различных волнений. Андрюха, привет! Привет, Андрюха! Здорово, здорово! Сейчас вот Диаса еще подключу. Опаньки! Ну что, как у тебя лето проходит? Что у вас там, аномальная жара, говорят, да? Вообще кипец! Привет всем! Здорово! Здорово, Диас, здорово! Здорово, здорово! Привет, чат! Андрюха, что с жарой? Расскажи в двух словах просто, интересно. А что, 34-35 каждый день. Вот сегодня ветерок попрохладнее вроде. Но меня вообще это не напрягает. Я, честно, даже купаться ни разу не ездил, потому что не хочется. А что, людей напрягает? В этих болотах купаться не хочу. А? Людей напрягает? Люди же вроде любят отдыхать, солнышко там. Ну тут, видишь ли, что, смотри. Вот те, кто тренируется, не во всех клубах, например, хорошая вентиляция. У меня такая, что я вот даже в эту жару хожу в кофте, потому что там пипец ехать. То есть, ну, вот. А, например, в ворд-классе там оттуда все бегут, потому что невозможно там с вентиляцией херово тренироваться люди не могут. Вот с этого, с Якутии у меня клиент высылает, у них там все задымлено. То есть у них горит тайга, вообще дышать нечем, заниматься невозможно. То есть вот такие вот вещи, да. То есть где, как бы, руководство хорошее в клубах или клубы новые, давай так скажем, да, там с вентиляцией все хорошо. Поэтому меня жара, она не напрягает, я вон стройкой занимаюсь спокойно, без всяких проблем. Понятно. Дерз, как твоя проходит неделя? Молодеешь, смотрю все. Ты постоянно. 18 часов сплю, блин. Кстати, давайте вот, знаете, за что нужно, наверное, в первую очередь, Андрюха, ты вот скажи тоже, чтобы ты был лично знаком, ну и, по крайней мере, Диас так говорит, и мне кажется, что заслуга вот Виктора Николаевича Силуянова, за что мы должны быть ему благодарны, за то, что он вот первый из ученых, скажем так, да, или как его назвать, профессоров, который обратил внимание на то, что все вот науки, как бы они, каждая вот идет сама по себе, ну, в плане нашего спорта, конечно. А вот то, что нужно смотреть на призму через весь этот, как винегрет, весь этот первичный бульон, да, вот это, мне кажется, это его заслуга, первые шаги. Я вот стараюсь тоже как можно больше всего, что может быть связано и что может нам помогать изучать это. Ну, Андрюха, знаю точно, а Диас таки вообще там ногу сломать можно. Ты, кстати, провел эфир Диас с Хосе или нет? Нет, он, мы договорились на следующем воскресенье. Понял. Ну, вот, что касается, к примеру, сна, я хотел сказать. Мы постоянно говорили, да, на наших стримах там, и Андрей отдельно говорил, и я отдельно говорил, Диас, не знаю, говоришь ли ты про сон, что это первичное, от чего нужно отталкиваться вообще, да, когда ты строишь свои тренировки. Сон, питание. Так вот, современная наука говорит нам о том, что можно действительно, Андрюха, вот что интересно, это очень, мне кажется, здорово для людей, тренирующихся натурально. А все-таки у нас, что ни крути, ну, процентов 95, наверное, если не больше, аудитория все-таки людей тренируется в натуражку. И они говорят... Что-то я сомневаюсь, бля, Егор, если честно. А какой вы думаете процент? 50 на 50, 100 процентов. Да я думаю, даже меньше, наверное. Вопрос в том, кто признается, кто нет, да, вот это один вопрос. По крайней мере, я вот сколько в клубах не работал, я видел, как тренируют тренера, да, и я вижу, кто на чем сидит, блядь. Не только трениров, а подопечные, блядь, вот, пичкают всем, от мерформина до Т3, и там, блядь, херово куча, да. Абалдеть. Вот, поэтому, ну, никто ничего не хочет делать, да, все хотят все быстро и на халяву, блядь. В итоге все там, я тебе говорю, вот у меня есть парень, вот ты его увидишь, например, ты никогда в жизни не скажешь, что чувак сидит там на каких-то там супердозировках, да. Ну, такой рельефненький, красивенький, все, блядь, там инсулина хер знает сколько единиц, я говорю, ребят, вы что, блядь, вообще что ли, кукукнулись, блядь. Вы же видите, толка нету. Ну, ничего, блядь, что тебе сантиметр дает на фоне того фарша, который ты, блядь, ставишь, да он же ничего не дает, блядь, блядь, ну, блядь, ну, блядь. Вот, и на самом деле, вот, потому что вот ты химик, я всегда говорю, ребят, давайте попробуем, вот я вам даже лично сам, вот, делаем парень, я вам покупаю химуа, вы делаете форму, если вы ее делаете, все, химуа остается ваше, там все, если не делаете, вы не возвращаете деньги за химу. Ну, и все, да, ну, а сколько примеров, да, сколько людей химически, да, тот же стероидмен, да, ну, что, у него какие-то выдающиеся результаты химики, нет, да, это за тем, говорит, ну, блин, ну, понимаете, да, то есть, ну, химия-то она не делает вот этого, я понимаю, что там некоторые там эти, о, химия растит, мышцы, блядь, и без этого, без тренировок, и это, блядь, в исследованиях она растит, понимаете, на приборе, блядь. Вы покажите мне этого человека внешне, да, и вы охренеете, как он выглядит, для чего он там, нахуй, выросло, блядь. Не, Андрюх, знаешь, здесь, что нужно сказать, правда, Диас, извини, я вот скажу на своем личном примере, потом тебе дам слово. Смысл в том, что люди, когда слышат, можно вырасти без тренировок на химии, они не понимают, о чем речь. Если ты, к примеру, всю жизнь там занимаешься херней, тяжелее писи своей в руки не поднимаешь, то, естественно, если тебя начать химичить, то у тебя чуть-чуть поменяется композиция тела, жирок уйдет, там ты окрепнешь. Ну, немножко, да, но ты говоришь, ты не прибавишь, ты там 5 килограмм, разово, разово, разово. Те же 5 килограмм можно прибавить, просто начав больше есть, блядь. Ну, вот и все, да, и Диас об этом говорит, и все об этом говорят, то человек начинает просто нормально питаться с профицитом, у него, конечно, жирок может вырасти, но сначала растет мясо, по-любому, да. Те же самые по приборам вам покажут 1,5-2 килограмма без всякого качества. Диас, ты что хотел сказать? Я говорю о том, что те, кто один раз курсят, допустим, впервые в жизни, у них пубертат начинается второй. Ну, это вот я про это всегда говорил, да, да. А, и за счет этого пубертата человек растет. Ну, килограмма 4-5 он берет за всю жизнь, больше никак. То есть у него закрываются все зоны роста, и все. Вот я как раз в ролике, когда я это делал, да, я как раз про это и говорил. Что когда ты вкалываешься, у тебя организм воспринимает вот это резкое повышение теста, как пубертатный второй период, который производят уже естественным путем, да. То есть мы видим, что там люди набирают по 20-30 килограмм мяса, когда вот происходит вот этот вот период, да. То есть тест в 5 с лишним раз вырастает стабильно. Не то, что там вот пикушки, а вот на постоянной основе в течение там 3-4 лет вырастает в 5 раз. И поэтому люди набирают мощь сумок. Ну, потом все, зоны роста останавливаются. И то же самое с химлом. Пожалуйста, можно уколоться. Организм сначала не вчухает, у тебя сразу идет прибавка, а потом все. А потом все. Ну, вот есть такие долбоебы, типа вот как нас сейчас смотрит Самойлов 44-03. Хочется сказать, засуги себе в жопу. Женек, привет! Засунь, Женек, язык свой себе в жопу и там его держи, блядь. Ну, ладно, Жень, ты нормальный парень. Он просто, у него манера разговора такая, я его лично знаю. Я тоже ему лично хочу сказать. Засунь, Женек, в жопу, блядь. А вот при встрече, когда увидишь меня или Диаса, попробуй что-нибудь издануть, чмо ебаная. Ладно. Короче, смотрите, то, о чем ты говорил, Андрюха. Я сегодня посмотрел новый выпуск железного рейтинга. И мы, кстати, об этом тоже всегда говорим. И там сказал, забываю, как его фамилия вечно. Не, не, кто в Алмазе, в Алмазе. Лисукова тренер, Прокофьев, да, Прокофьев? А, Прокофьев, Прокофьев Андрюха. Да, и он классно сказал, говорит, что, ребята, вы не понимаете, и молодежь действительно так думает, что если вы идете в зал для того, чтобы стать чемпионом или что-то еще за деньгами, то это беспонтово и бесполезно. Потому что если вы не любите это занятие, то, во-первых, это быстро не придет, да, мы все знаем. Ну и вы бросите, поэтому у вас это и происходит. Слушай, ну хотел вот вернуться к началу, про сон я не договорил. Так вот, оказывается, если делать легкий профицит сна хотя бы в дни, когда у тебя, ну, предшествующие тренировки, там, буквально на полчаса, на час, да, то это очень сильно способствует улучшению качества тренировки. Конкретно, к примеру, увеличивает внимание, да. А что такое внимание? Это концентрация лучше, значит, будет. Значит, лучше будут проходить сигналы. Но что интересно, если вот спите днем, то максимально 30 минут. Потому что если потом вы впадаете уже в фазу тяжелого сна, сложно выходить, и будет, наоборот, как бы плохо. Вот вы когда-нибудь пользуетесь сном? Я заметил, что я сплю днем вот всегда после какой-то очень тяжелой тренировки. Прихожу, поем, там чуть потусю и полчасика посплю. У меня накопительно бывает, то есть у меня просто нет возможности чаще всего это делать. Но когда меня накрывает, я могу прям проспать в сутки просто. Вот. Я зато очень сон ценю, когда начинаю сидеть на дефиците калорий. Ох. Поскольку там, да, да, там очень сильно на кортизол все это дело влияет. И вроде тебе все хорошо, тренировки нормально, все хорошо, но ты не досыпаешь. И вот условно, если в цифрах, да, там, уходит у тебя там за неделю там 300, 500, 600 грамм. Вот идут, идут, идут. Потом ты замечаешь, что ты спал там по 5 часов. И вот один раз ты взял и проспал. И проспал там часов 8-9 встаешь, минус полторашка. Минус полторашка. То есть вот кортизол, он же задерживает жидкость, да, вот перераспределение вот этого. И он очень сильно это удерживает. И я к чему говорю, что те, кто худеют, чтобы видеть вот эту мотивацию, понятно, что на жир это не влияет, это задержка воды. Но чтобы видеть, что у тебя процесс-то идет, надо все-таки спать нормально, полноценно. И как только вы начнете спать, хотя бы минимум там 8 часов, конечно, по возможности, ну, там, ритмы жизни у всех разные, да, а лучше 9, да. Вы увидите, как быстро у вас начинает эта лишняя жидкость выходить, да. А выходит, она долгая. Я еще раз говорю, люди путают, думают, что это у них жир горит. Вот у меня 2 месяца только уходила вода, блядь, лишняя. 2 месяца, ёпта. Конечно. Ну, ты знаешь, здесь это и хорошо, и плохо тоже. Ведь если сильно пересыпать, да, то это будет все равно вредить. Но хорошо тому, что мы не забывайте, что все процессы вообще, и масса набора, и жиросжигания проходят во сне под выбросом гормонов. И когда мы засыпаем, первое время выбрасывается гормон. Поэтому чем вы, к примеру, ну, лучше и качественнее спите, тем больше у вас качественнее выбрасываются гормоны, тем вы качественнее выглядите и себя чувствуете. Все логично. Там же с воспалением еще связано. Вот ДИЛС, наверное, получше, я там биохимию-то знаю, кто-то там расскажет про эти цитокрины, блядь, про эти вот цитокины. Там очень сильно воспаление связано со сном, с количеством сна, с качеством сна. Очень сильно связано. Поэтому, конечно, все, мы говорим, что не просто же так, например, когда молодые люди растут, всегда говорят, ребят, тихий час. Ну, не просто так, тихий час. Оцениваем мы это когда-нибудь? Скорее, он готовился, да, у меня две тренировки в день, мне похер, я на работе вот поел, и у меня 40 минут днем сна, иначе я вторую тренировку нормально не сделал. Ну, вы заметили, что мы в садике это не ценим и бесимся, как так можно спать, когда надо бегать, играть? Ну, понятно. Да, да. Кстати, самое главное, что хороший качественный сон, доказано научно, улучшает все когнитивные способности организма. А что такое когнитивные способности? Это вся наша взаимодействие с окружающей средой. И общение, и внимание противоположного пола, и тренировки в том числе. Поэтому, друзья, никогда не игнорируйте, и лучше поспите, чем не поспите. Так, что еще хотел обсудить, что, кстати, помните, наверное, я говорил, там большинство людей надо мной всегда почему-то угорало, что со Второй мировой войны уровень тестостерона упал на 50%. Я раньше находил нормы, нормативы, сейчас это сложно. Но тут началось, интересно, блогеры-миллионники, ну, естественно, они это делают ради хайпа, тоже докопались до этой информации, раскопали огромное количество исследований. Если вам интересно, я вам скину, ребят, а для всех, кто будет смотреть на YouTube, я сделаю ссылку в описании к ролику. А я видел этот ролик. Ты видел? Я, правда, еще не посмотрел его, да, но еще не посмотрел, но видел. Вот. Потом даже Егоров, доктор, выложил. Стали все сейчас выкладывать. Так там просто, там катастрофическая ситуация еще хуже, чем я говорил. И это все подтверждено исследованиями. Не так, ну, как вы любите. Распространите это среди жильцов вашего ЖЭКа, как вы это любите. Помните этот прикол? Поэтому, кому интересно, обязательно посмотрите. Это очень важная информация. Потому что тестостерон – это мужчина. Нет тестостерона, нет мужчины. Так. Мне было бы интересно очень исследование по ЭГСПГ посмотреть по вот этим вот моментам. Потому что на самом деле тестостерона в активной форме всего лишь 2% в организме плавает. И организму вполне хватает его. А все, что лишнее, оно, в принципе, может ароматизироваться. Или, допустим, до лучших времен консервироваться в жировых клетках. Но там же есть еще условные связанные. То есть, которые легко становятся свободными при необходимости. Поэтому, в принципе, можно сказать, что все-таки его не 2%. Да? Ну, вот так вот здесь, если честно, абсолютно взять. То мы понимаем, что когда нужно, вот этот, который, он может быстренько... Да. Когда нужно. Дело в том, что у нас тестостерон вырабатывается всего лишь, ну, в большом количестве утренними пичками. И нам вполне этого хватает. А вот на протяжении всего дня эти тестостероны как бы снижаются, могут даже вообще быть прямо до нуля. И в мышцах могут конвертироваться. И в жировых клетках в том числе. И что самое интересное, что физическая активность как раз-таки и продуцирует вот этот тестостерон, ну, точнее, дегидроопиадок. Адекватная. Адекватная физическая активность. Да, да. Не, адекватная. Я не говорю за перетрены там, еще что-то такое. Но дело в том, что вот эти исследования подтверждают то, что раньше люди как бы без интернета сидели, да, они как-то гуляли на улице, резвились там, что-то в детстве. И оно как бы уже, как бы уже со времен даже маленького возраста, они уже как бы впитывали вот это все. И организм привыкал вырабатывать больше, 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 больше. И как бы все хватало, все нормально. Но когда человек стал малоподвижный, зачем ему этот тестостерон? Куда он его будет делать? Он же ему может. Вот, я всегда говорю, что вот эта эволюция, которая идет, она ведет к деградации. В глазах. Ну, не сперматоксикоз, да. Диас, смотри, здесь не так. Я понимаю, о чем вы говорите. Я тоже неверующий там во всякую хрень. Я понимаю, что эволюция существует. Но и вы должны понимать, что вот этот момент, который наступил, что мы там сидим, лежим, он наступил, ну, пусть сто лет назад, хотя даже, ну, меньше. Это для эволюции вообще ни о чем. Она ее пока даже не заметила. Да, Диас, а если вы хотите понять, почему упал уровень тестостерона, все очень просто. Как только пищевая промышленность стала бизнесом, как только бизнес вот пришел вот в эту пищевую промышленность, посмотрите, что мы из стали есть, какого качества еда там, из чего она. Вот основная причина того, что тестостерон упал у всех. Диас, ну тебя вообще нельзя приводить в пример. Мы же говорили, ты же как шеф. Мы тебя берем на эфиры просто как противовес. Без обид, без ничего. Ты просто как альтернативная реальность. Вот что существует там, параллельные измерения. Я конкретно подбираю продукты под себя. Я даже по запаху их выбираю. Если мне по запаху не подходит, я фиг куплю этот продукт. Не, ну это мы все так, ты что? Думаешь, Англоко возьмет что-нибудь вонючее, что ли, съест? Нет, причем тут вонючее. Есть просто без запаха. Берешь и употребляешь. Если, например, на пол прилавка не будет запаха малины, я никогда в жизни не подойду к ней, допустим. Мне неправильно пахнут огурцы, неправильно пахнет редиска, лук, там еще что-то. Я не куплю это. Потому что я ориентируюсь на запах. Я, например, покупаю определенную траву у травников. Я нюхаю, если мне не нравится. Трава звучит очень интересно. Не буду заваривать, настаивать. То есть мне это не подходит. А бывает так, что прям нюхаешь, и прям приятно, классно. Сразу же берешь, завариваешь, неважно от чего, на что и как, но у тебя самочувствие потом улучшается. У меня был знакомый один, мы вместе начинали качаться, там у нас такая группа была небольшая. Как-то он приходит на тренировку, говорит, о, таблетки купил там в аптеке. Мы говорим, какие? Он такой, а я не знаю, захожу, смотрю, говорит, дешевые таблетки купил. Слушайте, ну ладно, перед тем, как перейти вот к... Мы вроде даже о питании хотели сегодня поговорить. Ты что-то хотел еще, Диос? Я вот беру таблетки, да, дрожжей, витаминки, я их разгрызаю, и если она мне становится вкусная, значит, мне не хватает. Если уже такая противная горькая, значит, кара. Зачем ты ее разгрызаешь? Да, я тоже думаю, зачем. Вот, блядь, производители специально сделали, что таблетки надо рассасывать, чтобы они друг с другом не конкурировали, да? То есть ты сосешь, пока оболочка там глюкозно растворяется, у тебя эти витамины всасываются, и нет у них конфиденции. Я почему люблю отечественные витамины? Вот ты правильно, помнишь, ты сказал, там на ревителе, на чем-то, да? Я тоже обожаю эти, потому что они сделаны с умом, блядь. Да, они сделаны с умом. А сейчас вот эта херня прессованная, там, блядь, нет ничего, еб твою. Нет, ты знаешь, если качественный, хороший производитель, он делает вот эту прессованную ерунду как раз на основе того, что ты сейчас рассказал. Такая таблетка, там, пилюля, попадая в организм, она растворяется разная по времени. То есть каждый слой... Не знаю, таблетки, ну, Егор, таблетки, сомневаюсь, капсулы, да, и ты когда открываешь, они там разного цвета, там, у них оболочка там какая-то другая, да. Эни, мол, пап, он вообще отдельный делает. Это в одной оболочке, это в другой, и у них вот это все. А когда у тебя просто прессованы пилюля, блядь, ну это... Ну, справа всего, это правда. Я тоже, мы все знаем, даже просто вот витамины группы В, даже они между собой конкурируют. Я там не помню, по-моему, В12, В6 нельзя вместе делать. Они убивают друг друга. Это, конечно, актуально. Но вот в России, когда я жил, попробуйте, мне, честно говоря, он дырит, вот это все чуть не нравилось. Но мне очень сильно заходил алфавит. Там три таблетки, они разделены как раз по цветам. Одна утром, одна в обед, одна вечером. И там как раз все было четко, какие жиры, витамины. Ведь все еще нужно смотреть, эти жирорастворимые, водорастворимые, вот это сочетание между собой. Да, да, да. Слушайте, перед тем, как мы начнем про питание говорить, я хотел с вами поделиться еще одной мыслью, которая давно у меня, и вот позавчера, она еще созрела. Ну, Диас не знаю, Андрюха точно уверен, потому что ты как бы раньше тоже и приседал там все. Вот я заметил это особенно в приседах. Я тут не приседал кое-какое время, там, связанно вот с того, что сердце было, тахикардия не восстанавливалась. Короче, я решил не приседать. И тут потихонечку возвращаюсь, уже где-то недели три приседаю, и вот позавчера по плану мне нужно было присесть там на 10-12 раз. Обычно я приседаю где-то 180 килограмм с этим весом. Ну, и потихонечку я, знаешь, как начал там, присел с пустым дрифом 5 раз, потом 60 килограмм 4 раза там, ну, и так по двадцаточке накидывал, и дохожу до 180, и сажусь 4 раза, и чувствую, знаешь, ну, пипец, тяжело вообще так. Вот пятый, думаю, сейчас если сяду, то меня, ну, сломает там или что. Ну, ты понимаете, да, такие ощущения бывают. Вот как месячные у женщины, блин, наверное. И, короче, это, я решил, думаю, что сделать. Давай, раз не идет сегодня на повторение, сделаю побольше. Докинул там до 210, присел три раза. Вроде как-то, ну, тяжело тоже, но присел. И тут еще один подход. Я снижаю опять до 180, и сажусь легко, ну, как легко, 9 из 10 на 10 раз опять, понимаешь. И, то есть, казалось бы, я уже больше и утомился, и поработал все, да, но, тем не менее, вот этот подход зашел лучше. Что, если бы так, таким принципом придерживаться всегда? Разминку делать как силовую, а потом снижать вес и работать вот даже с привычным для себя весом, может быть, будет продуктивнее? Андрюх, что думаешь? Ну, я не знаю насчет всегда. Я думаю, здесь просто у тебя был плохой настрой, с этим рабочим весом ЦНС у тебя нормально включился в работу, просто торкнул, как говорится. А если послушать Силуянова, он вообще всегда говорил, ребят, как подбирается рабочий вес? Вы каждую тренировку должны делать проходку, и от этой проходки рассчитывать рабочий вес. Но я, честно, не особо сторонник таких вещей. Во-первых, тренировка очень длинная будет, а я не люблю длинные тренировки. Поэтому, с одной точки зрения, вроде это нормально, а с другой точки зрения, конечно, это не особо рационально, особенно если мы говорим про фитнес. Какие там проходки вообще на один раз? А зачем на один раз? Можно делать вот так, как я, на три, на четыре раза? Ну, на три, на три, да. Ну, то есть ты думаешь, что это от Идиас, да, твое мнение? Ну, я как-то делал, да, есть такая фигня, когда ты берешь, например, если касается приседа, берешь штангу, которая, ну, скажем так, ты ни разу с ней не присядешь. Вот. Но трапеции будут очень контактированы, когда у тебя штанга на плечах. И равновесие больше выстроится, потому что ты стоишь на двух ногах, да, и мышцы начинают стабилизироваться, потому что им некуда деваться, ты убробишь организм, если он не подстроится. И потом через какой-то момент ты приседаешь со своим рабочим весом, и ты даже можешь больше присесть, и тебе не будет дискомфорта, то есть будет больше сохранено равновесие. Ну, и к тому же, естественно, выработается большое количество адреналина, и как бы появится больше агрессии, иногда эти нейромедиаторы потихонечку растормозятся, в ущерб, например, даже сигналам аппарата Гольджи, которые говорили, что то есть ухожилия могут надорваться. Как бы это все блокируется, и у тебя вырастает агрессия и сила максимально. То есть так включаются волокна с очень высоким импульсом из мозга. Вот. Только так. А по большому счету, если делать постоянно, то рано или поздно что-то оторвет. Не, ну однозначно не постоянно, ну, скажем так, регулярно. И ведь смотрите... Ну, иногда можно. Давай так. Иногда можно. То есть вот когда... У меня на самом деле интуитивно такая же хрень. То есть не идет там на 6, на 8, никто, блядь, вес не снижает. Да, я сразу говорю, да, дай это на 1, на 3 присяду на авто и все. Вот. Я не знаю почему. То есть как-то интуитивно вот это все идет. Ну, значит, организм сам диктует то, что ему нужно. Все, надо прислушиваться к организму. А когда к штанге подойти уже как-то очково, и ты понимаешь, что лучше не надо. Это чуйка, она никогда не подводит. Когда страх подойти к штанге, снижаешь вес и страх пропадает. Вот об этом я и хотел сказать, Диос, ты прав. Ведь ты раз присел с большим весом, психологически ты снимаешь с каждой стороны там, да, прилично, и ты думаешь, а что этот вес-то уже гораздо меньше, чем тот. Но бывает такой момент, когда ты нагружаешь штангу, ты даже не пробовал этот вес, но ты уже боишься. Это бывает так всегда. Я каждый раз, когда подхожу к тяге и к приседу, я боюсь всегда. В этом-то и прикол. Это плохо. Нет, боюсь на подсознании, потому что когда я иду сжать ногами, я понимаю, что я сейчас лягу в тренажер, ну, я лягу, понимаешь. А когда я иду к штанге, и ты видишь вот это вот, и эти дрыщи, которые вообще не приседают, никогда там дрочат бицепсы своими, они смотрят на тебя тоже, и ты думаешь, блядь, реально, наверное, что-то страшное. И на подсознание это влияет. Андрюх, а смотрите еще такой вот фантомные конечности, я так называю эту вещь. Вы наверняка, вы же тренируете тоже людей, замечали. Тренируешь человека, и он такой, а, вот там, неважно, приседает, но лучше всего это на жиме срабатывает. И такой, типа, я вот, ну, не могу, знаешь, человек, особенно если там какие-то ближе к новичкам, и ты такой, типа, страхуешь, так, раз, руки к штанге там, или чего, а на самом деле ты даже ее не трогаешь. И человек... А это у всех, это даже у меня есть. Да, и у меня такое. Я иногда, когда у меня в ступор, я говорю, так, постой-ка сзади, постой-ка сзади, и у меня сразу на один, два, три повторения делается больше. Ну, это, я думаю, психологически просто. А все равно же? Какая разница, почему? Главное, что это срабатывает. Конечно, конечно. Да. Я когда ходил на рукопашный бой, нас учили так, на шведскую стенку залазишь, они вот так вот руки скрещивают, и ты, получается, на спину вот так падаешь с трех метров высоты. И тут самое главное доверие. И так вот пару раз упал, уже доверие больше, и ты падаешь уже свободно, легко. Я видел такой прикол, как верующие принимали вот таким способом одного к себе, поставили его на стол, такие, давай, падай, мы тебя поймаем. Стоят сзади, а он упал вперед. Это было очень красиво. Кстати, вот мы уже это говорили раньше, вот об адекватности вот этого Женька из Сочи. Вот он пишет, что у меня у дебила на голове прическа похожа на пизду. А мне жалко этого человека, если у его баб, ну, вот такая пизда, где он таких бомжих находит? Фу, блядь, чмари вокруг, просто. Исчезните, друзья. Ну что, давайте начнем говорить про питание, если вы не против. Мы вроде как бы обещали уже несколько раз. Что самое главное в питании? Ну вот, Андрюх, давай с тебя, потом Диэс. Ну просто такое. А, хочу затронуть сразу тему, что мы говорим сегодня, наверное, все-таки больше как о питании, как о здоровье, да? С пояснениями, если кто-то хочет там худеть, кто-то хочет набирать. Но в первую очередь мы будем говорить, потому что сейчас принято, я вот смотрю, мне там девочка новенькая пришла, такая говорит, я вот сижу там на двух с половиной граммах белка. Я думаю, блядь, откуда вы это все берете? Тут мужику-то грамм, грамм двести в основном достаточно. Поэтому... Субтитры подогнал «Симон»!